Всем привет! В этом видео хочу рассказать про препараты от варуатоза для пчел. В особенности про пластины. Раньше я использовал пластины варуадез, потом перешел на экопол. Но почему они мне не нравились, эти пластины? Так это потому, что препарат сам нанесен на пластинки из шпона. И минус их в том, что они быстро высыхают. То есть лекарство пропадает быстро с этих пластинок. И полезного действия никакого не приносит пчелам. То есть маленький процент лечения. В том году я наткнулся на китайские пластины под названием Маврилк, потом Манчжинг и Манхао. Это все полоски из Китая. Приобрел я себе в этом году Маврилк 20 полосок. Выглядит он вот таким вот образом. Он идет вот в такой вот упаковке. Это я уже ее вскрывал и закрыл специальной прищепкой для продуктов, чтобы не выветривалось. На упаковке имеются голограммы, имеется дата производства и дата срок годности. Текст произведено в Китае. Вот такая упаковка. Так он выглядит. Пчелка и какой-то там логотип. Далее в упаковке у нас есть еще одна упаковка, в которой упакованы сами пластинки. Вот она имеет вид вот такой. Тоже есть надписи на упаковке. Это скрепка тоже кухонная для того, чтобы не выветривались. Упаковка разделена напополам, по 10 упаковок в каждой упаковке. То есть разрываете одну половинку, вторая половинка герметичная. В одной половинке находятся вот 10 таких вот пластинок. Они с дырочками, с двух сторон. Материал гибкий, похожий на пластмассу тонкую, то ли на полиэтилен. Но она упругая и хорошая. И материал довольно-таки хороший из-за того, что пропитан хорошо препаратом. Запах сразу от него идет. Что не сказать о Экополе и других пластинах. Запах конкретный идет. То есть они пропитаны хорошо лекарством. Ну я пластины поставил. И запечатал геометично, чтобы не выветривалась упаковка. Также в этой упаковке идет инструкция на русском языке. И что приятно удивило. То есть внутри упаковки лежит инструкция на русском языке. Хотя упаковка вся на английском языке. Написано, что сделано в Китае. Но инструкция на русском. Значит, то ли по заказу делают Россия, Украина, Белоруссия. Либо производят где-то в наших странах. Ну это не суть-то и важно. Пластины очень хорошего качества. Так что советую вам приобрести такие пластины. Их, я же говорю, несколько видов. Поищите в интернете, в своих регионах. Попробуйте купить. Не пожалеете. Я себе поставил на каждую семью по половине полоски. Хотя до этого пластины Копол, Ларвадес. Я ставил две пластины целые. Две. На семью весной и осенью. По две штуки. Здесь же написано в инструкции, что для профилактики хватает одной второй или одной четвертой части пластины. Но я поставил по одной половинке на семью. Ну, еще планирую, как погода будет, поставить еще по половинке. Это как минимум. То есть, одну пластину на семью по-любому надо ставить. Почему не стал ставить целую сразу? Ну, как бы в инструкции указано, что необходимый препарат попробовать на выборочных семьях. Посмотреть на реакцию пчел. То есть, посмотреть, если, например, дадите одну пластину, будет ли пчелам от этого хуже. То есть, если нет, то можно эту одну пластину ставить во всей семье. То есть, узнать, какую долю препарата нужно пчелам, чтобы не переборщить. Ну, так как экспериментировать времени как бы и нет особо, то есть, дал минимальную дозу, там, половинку одной пластинки на семью. Ну, я думаю, этого мало. Хотя, опять же, повторюсь, препарата на этих пластинках предостаточно. Запах идет конкретный. Также эти пластины можно устанавливать при входе в литок. То есть, люди прибивают ее степлером. Ну, степлером прибивать, как бы, знаете, это лишние удары. То есть, тревожите пчел. Я советую вам, если вы таким способом захотите закрепить пластину, то использовать канцелярские кнопки, которые такие разноцветные идут. То есть, с двух сторон можете приколоть их к литку и все. Но почему я не стал их таким образом к себе крепить? Так как идут дожди и, как сказать, возможно попадание воды на эти пластины. Также во время дождя пчелы не вылетают. Вот. Они не будут контактировать с этой пластиной. То есть, лучше всего поставить пластины в сам улей. Это будет более эффективно. Поэтому, как только появится немного солнечная погода, пусть даже она не будет благоприятна для осмотра семьи, но можно открыть улей, положить пластину, поставить ее. Там есть отверстие, не надо ничего прокалывать. Особенным неудобством в экополе вот этих пластинах является то, что невозможно сделать отверстие. Она расслаивается, эта пластинка. Приходится изощряться скрепками, там еще чем-то. Здесь же есть отверстие. Вставляете зубочистку или любую другую палку, спичку. И опускаете в середину гнезда. Вот и все. Все очень просто. На этом мое видео заканчивается. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok